Доброго времени суток, меня зовут Аскар и с вами канал IT Verdict и да, наконец-то новое видео после долгого перерыва. Все дело в том, что в декабре прошлого года и в январе этого года, и кстати, ребят, с новым годом. Так вот, мы занимались обновлением канала. Обновление носят как чисто технический, так и визуальный характер. Часть из них вы уже, наверное, успели заметить в начале видео, часть, возможно, видите сейчас. В любом случае обновления все перечислять я не буду, но предлагаю каждому из вас попробовать написать их все, которые вы заметите в комментариях к этому видео. Да, возможно, не вся работа еще закончена, есть вещи, которые необходимо доработать, но в любом случае для того, чтобы стабильно выпускать следующие ролики, уже все готово. Так что поехали. Наверняка кто-то из вас помнит один из первых выпусков на канале, где я делал большой сравнительный обзор дешевых и звуковых карт из Китая, однако тогда найти среди них универсального решения, которое можно было бы спокойно рекомендовать всем не получилось. И вот наконец сегодня я поделюсь как раз таки таким решением. Это звуковая карта Орико или Орико SC1. По привычке хотел начать с внешнего вида, но звуковая карта это не то устройство, которое требует подробной оценки с этой стороны. И лично для меня было важно, чтобы ее было удобно эксплуатировать и чтобы у нее было хорошее качество сборки. Ну и в этом плане тут все отлично. Устройство не выглядит дешевой поделкой и очень хорошо собрано, чего стоит лишь один плотный широкий кабель, идущий к USB-коннектору. Ну и да, конечно же подобная конструкция выполнена не просто так, она позволяет уберечь USB-порт компьютера от механических повреждений. На лицевой панели устройства расположен большой регулятор громкости, который кстати говоря регулирует именно громкость усилителя в самом устройстве, а не громкость операционной системы. А чуть выше расположились две кнопки для приглушения наушников и микрофона соответственно. Теперь по портам. Неожиданным и приятным оказался тот факт, что тут целых три разъема. Один из них это привычный нам разъем для микрофона, а вот два других разъема на вывод звука на первый взгляд могут показаться одинаковыми. И да, это логичное решение, если вы например хотите выводить звук одновременно и на наушники, и на колонки. Однако если присмотреться, то можно увидеть, что подписаны порты по-разному. Над одним нарисованы наушники, а над вторым гарнитура. И соответственно порт, обозначенный рисунком гарнитуры является комбинированным, и к нему можно подключать гарнитуры с четырехконтактным миниджеком, что очень удобно. В общем, что касается удобства использования и качества сборки этой звуковой карты, то лично у меня нет никаких претензий, все отлично. Теперь давайте протестируем микрофонный порт, и для этого я сделал четыре разные записи с тремя разными микрофонами, и давайте посмотрим, что получилось. Раз, два, три. Раз, два, три. Тест идет с помощью петлички, с которой я записывал все свои предыдущие выпуски. И настройки выставлены таким образом, что усиление микрофона на карточке выключено, а сама громкость выставлена на сто процентов. Итак, раз, два, три. Сейчас помолчу немножечко. И раз, два, три. Второй тест. Раз, два, три. Раз, два, три. Звук идет через рекордер Zoom H1, говорю я соответственно в него, и звук с него через AUX кабель выводится на порт микрофона карточки Арика. Итак, раз, два, три. Сейчас опять же помолчу. И раз, два, три. Итак, третий тест. Это тест с моей новой петличкой, которую я забрал буквально несколько дней назад и пишу сегодняшний выпуск. Это наверное известная многим петличка Boye M1. И давайте послушаем, как будет звучать звуковая карта. Раз, два, три. Раз, два, три. Опять помолчу. И раз, два, три. И сейчас просто несколько музыкальных дорожек, которые я подал на порт микрофона. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Ну и я думаю тут какие-либо разговоры излишни, ибо для карты за 450-500 рублей звук она пишет просто замечательно. Что же касается характеристик указанных в спецификации на вывод звука, то значения такие. Диапазон частот 15-25 тысяч герц, а соотношение сигнал-шум более 80 дБ. И да, чуть не забыл, устройство совместимо как с Windows, так и с Linux и macOS. А в настройках поддерживаются дополнительные эффекты, такие как усиление баса, объемный звук, коррекция помещения и нормализация громкости. Теперь что касается звучания. Звук на наушнике карточка выводит действительно хороший, и он не идет ни в какое сравнение с теми карточками, которые у меня были в сравнительном обзоре. Притом хорош он как по звучанию, так и по громкости. И, например, те же Cloud Core с импедансом в 56 Ом звучат достаточно громко и нет никакого намека на то, что где-то что-то проседает. Все звучит ровно и на всем диапазоне частот. Ну и давайте, наверное, подведем итоги. И первое, что мне хочется сказать про эту звуковую карту, это то, что это действительно очень универсальное решение, которое к тому же отрабатывает свою стоимость на все 100%. Хороший звук, чистая запись, хорошая сборка. И по факту за время использования я так и не придумал чего-то, чтобы я мог причислить к ее минусам. Разве что регулировка громкости не очень удобная для вращения, ибо выпирает она мало и вращать ее не всегда удобно. А в остальном одни плюсы. Карточка отлично подойдет для замены встроенного звука, который распаян на большинстве среднестатистических материнских плат, и скорее всего будет лучше по всем параметрам. Что ж, стоила бы эта карточка, скажем, 1000 рублей или 1500 рублей, я бы очень крепко подумал, прежде чем рекомендовать вам ее к покупке. Однако за те деньги, которые она стоит, это действительно очень и очень хорошее решение. И на этом я буду заканчивать. Спасибо за внимание, надеюсь этот выпуск был для вас интересным. Пишите в комментариях, если вы являетесь владельцем подобной карточки, пишите, что вы о ней думаете. Также пишите ваше предположение касательно изменений на канале, оценивайте видео, как считаете нужным, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, который где-то вот вокруг этого всего находится. И увидимся с вами в следующих выпусках. С вами был канал Этивердикт, пока! Субтитры сделал DimaTorzok